Мы цивилизованное, абсолютно здравое, правовое общество, но при этом мы исламское общество, мусульманское общество, поэтому для нас неприемлемы многие вещи, которые будут приемлемы для другого, тоже цивилизованного, правового общества, но у них свое право, у нас оно будет, конечно же, условием. Аноним, однажды у вас в чате чеченский шныр спросил меня, не стыдно ли тебе, русскому, за то, что творят русские? Отвечаю, не стыдно ли тебе, что чеченцы развратили мою религию свистоплясками и мольбой через могилы? Ассаляму Алейкум, у меня были к тебе другие вопросы, но раз уж пошла новая тема, то спрошу тебя про латиницу. Какой она будет? Та, что была у нас с 1992 года или что-то новое? Ассаляму Алейкум Алейкум Алейкум. Конечно, та, что была... Зачем мы будем изобретать велосипед? Конечно, та, что была. Это возврат именно к этому. Ну, у нас, смотрите, насколько я знаю историю вот этих вот перипетий с нашей письменностью, то у нас была арабская вязь какое-то время, потом у нас была латиница, потом у нас была кириллица, уже после того, как к нам пришли большевики, мы оккупировали нас, мы стали частью Советского Союза. А потом мы, как только мы освободились, в начале 90-х, мы обратно вернулись к латинице. Затем новая оккупация сегодняшняя, нас обратно вернули к кириллице. Поэтому, да, конечно же, возврат к тому, к 92-му году, как ты говоришь. Я считаю, что мы должны это у себя популяризировать. Да, это сейчас сложно, потому что ты, когда ты хочешь быстро что-то там напечатать, ну, там многих просто нет, многих символов просто на клавиатуре ты не найдешь. Там приходится как-то ухищряться, что-то гуглить там и так далее. Но я считаю, что мы должны это делать, кто-то, по крайней мере, должен это делать, наш глаз должен привыкать к таким текстам. И вы, кстати, заметите, насколько это легче читается, даже как хоть, учитывая, что кириллица настолько распространена, да, а на латинице ты не найдешь ни одной книги, там ничего практически. Несмотря на это, когда вот ты что-то пишешь, на латинице смотришь, это очень гармонично как-то, ты это легко читаешь. Когда само слово на кириллице занимает там какие-то 10 символов, то на латинице оно может занимать 7 символов, 6 символов. Это очень удобно и круто. Кстати, вот, перейдя на мои вот эти каналы в Ютубе и в Телеграме, вы увидите, что я там все сделал в латинице. И я прям горжусь собой из-за этого. Не, брат, в 4 веке нашей эры уже была у Лизгин своя письменность, может сделать кавказицу. Смотрите, еще раз повторяю, мы не должны изобретать велосипед. Есть те кавказские народы, ну, по крайней мере, народ один я точно знаю, это грузины, у которых есть своя письменность. И это хорошо, то, что у них она изначально была, и они ее сохранили, и на ней нет. Ну, это как бы ни в коем случае от этого уходить нельзя. Но мы все-таки народ, чеченцы, у которых своего письма не было, как и большинство народов этого мира. И мы вот сейчас не должны пытаться усложнить, мы должны, наоборот, пытаться упростить. И упрощением для нас будет именно латиница, так как эти буквы знают практически все. На этих буквах пишет большинство, наверное, того мира, с которым мы соприкасаемся. Кто-то может сказать китайцев, там, с индусами больше, но это не тот мир, с которым мы соприкасаемся, понимаете? Это нас больше интересует все-таки западная цивилизация. Поэтому для нас это более удобнее. И вопрос единственный, где может быть спор, это между арабской и Азией, и латиницей. Но про Кириллю даже речи здесь быть не может, я в этом убежден. По поводу арабского, да, будут такие, возможно, мнения, что лучше для нас будет арабское. И у них будут свои аргументы, это можно принимать. Но в конечном итоге решение должны принимать не там блогеры, а специалисты в этом направлении. Я же на этот вопрос смотрю исключительно с точки зрения того, что наше государство изначально перешло на латиницу. В 1991-1992 годах перешли на латиницу, был указ о переходе на латиницу. Поэтому я считаю, что мы должны популяризировать эту тему, мы должны подчиниться этому указу. А если в дальнейшем, может быть, там, умные люди, лингвисты, там, философы соберутся, и они решат, что для нас нет, не это, а вот нужна арабская связь, то, значит, будет таковым решение. Я же на это смотрю чисто как потребитель, с точки зрения удобства. Меня интересует только этот вопрос. Это как, знаете, вот банкноты какие-то, вот евро были банкноты, и сейчас они новые сделали до этого. Были такие, многие из вас, наверное, помнят банкноты, которые не помещались ни в один кошелек. Вот я как потребитель могу точно говорить, что это вот неудобно. Может быть, если мы поговорим со специалистами, которые эту банкноту издавали, они очень грамотно обоснуют, почему именно вот такая банкнота была выбрана, и у них будут свои доводы. Но я как потребитель буду оценивать, я скажу, вот, чувак, меня вот все то, что ты говоришь, мало интересует. Меня интересует то, что в мой кошелек не помещается. Я бумажник свой беру, доллары прям вот идеально садятся. Там любая местная крона, там валюта, прям идеально садится. А вот засовываю туда евро, кончики торчат. Потом они мнутся. Вот мне неудобно, я ему скажу, понимаете? Вот здесь то же самое. Я исхожу из того, что кириллица, это неудобно. Мне неудобно писать по две буквы, чтобы один звук передать. Мне это неудобно. Я вижу, что это письмо не ложится на мой язык. Прям явно я это вижу. Поэтому я считаю мое мнение, что для меня, как для потребителя, удобнее латиница. Может, для кого-то будет удобнее арабская вязь. Слово Ичкери. Ас-саляму алейкум тумсо. Разумно ли после освобождения нашей страны вернуться сразу к шариату? Или стоит делать это постепенно, как посмотреть на это мировое сообщество? Алейкум ас-саляму алейкум тумсо. Мы, чеченцы, являемся мусульманским обществом. И у нас никогда не в один период нашей борьбы никогда не стоял вопрос о выборе между мусульманским строем, тем, что для нас является привычным и комфортным, и чем-то иным. У нас никогда такой вопрос не стоял. Мы всегда боролись за то, чтобы мы на территории компактного проживания, на нашей земле, а на которой мы проживаем испокон веков, то есть мы ни у кого ничего не забирали, мы боролись за то, чтобы на этой территории мы жили в соответствии с нашими обычаями, законными обычаями и традициями, соответствующими нашей религии, нашему менталитету обычаями и традициями. Поэтому, мне кажется, сам вопрос, он очень странный. А где у нас такой запрос? То есть, если сейчас у любого большинства чеченцев, и неважно, какие они имеют религиозные взгляды, будь они суфи любых дарикатов, будь они их числа агалюсунна, будь они даже какими-то там джагелями, за исключением небольшой группы каких-то вообще очепенцев, подавляющее большинство тебе скажет, ничего себе, конечно, мы мусульмане, конечно, мы хотим, чтобы между нами все вопросы решались в соответствии с исламом, это скажет любой человек. И вот здесь говорить про какое-то там мировое сообщество, у меня встречный будет вопрос, а если, точнее, даже тогда, когда мы объявляли, официально там Конституцию, в других местах прописывали, что мы вот не такие, у нас вот такое светское государство и так далее, нас что кто-то признавал, что у нас есть какие-то прецеденты, где вообще-то стоит этот вопрос, что если вы сделаете так, вас признают, а сделать так, вас не признают, где этот вопрос? И самый, наверное, главный аргумент, который должен действовать для мусульмана, для нас важно сделать довольным Всевышнего Аллаха, а не каких-то людей или общества, это для нас самое важное. Просто надо понимать, что мы, у нас же есть вот разные люди с разными взглядами, и вот есть какие-то явные какие-то радикальные взгляды, это люди, у которых свое какое-то представление, они почему-то нас представляют каким-то средневековым обществом, которые ходят в халатах с какими-то там кинжалами на перевес и рубят всем там голову вот так вот. Конечно, нет. Понятно, что это какая-то вообще непонятная крайность. Мы цивилизованное, абсолютно здравое, правовое общество, но при этом мы исламское общество, мусульманское общество, поэтому для нас неприемлемо многие вещи, которые будут приемлемы для другого, тоже цивилизованного, правового общества, но у них свое право, у нас оно будет, конечно же, свое. Аноним. Однажды у вас в чате чеченский шныч спросил меня, не стыдно ли тебе, русскому, за то, что творят русские. Отвечаю, не стыдно ли тебе, что чеченцы развратили мою религию свистоплясками и мольбой через могилы. Я не совсем тебя, конечно, понял, я так понял, ты мусульманин, видимо, раз ты говоришь про какой-то разврат, но твое, то, как ты ставишь этот вопрос, чеченский шны, ты задеваешь всех, ты пытаешься сейчас на всех чеченцев переложить ответственность за то, что тебя кто-то там из числа чеченцев обидел. Ты, дорогой друг, ну, корректнее просто выражайся, пожалуйста. Если у тебя проблемы с каким-то конкретным чеченцем, пожалуйста, разберись с этими проблемами, не переводя это в какие-то межнациональные вопросы. Мы твою религию не извращали. Мы трудимся над тем, чтобы все члены нашего общества соответствовали этой религии. Развратившие эту религию, как ты говоришь, точнее, те, кто погубили свои души, свои судьбы, религию они не развратят. Религия, не шала, будет до судного дня, чистая и истинная. А те, кто ввели в нее какие-то нововведения, они навредили лишь самим себе. Так вот, поверь мне, это далеко не чеченское ноу-хау. Если ты думаешь, что те нововведения, которые практикуются у чеченцев, это какие-то внутричеченские ноу-хау, ты глубоко заблуждаешься. Это как раз-таки тоже вещи, которые где-то взяты, откуда-то взяты. Субтитры создавал DimaTorzok